Прорыв логистики, как в науке, произошел в конце 20-го, в начале 21-го веков. Причина – глобализация. Товары, деньги, рабочая сила – все это курсирует по планете с континента на континент. Обороты грузоперевозок измеряются миллионами тонн на километров, и они постоянно растут. Логистика – один из главных элементов экономики не только отдельных компаний, но и целых стран. Логистика – это одно из направлений экономической науки, задача которой – это оптимизация товародвижения. Она предусматривает процесс от начала зарождения товара, точнее его сырье, какие-то исходные материалы, до момента потребления. И задача логистики как раз состоит в том, чтобы весь этот процесс контролировать. ВЫСТРЕЛЫ Как правило, сначала все товары привозят на склад. Здесь логистам приходится решать целый комплекс задач. Как вовремя доставить определенный набор товаров в конкретный магазин. Главная сложность заключается в огромных объемах доставки и в большом количестве адресов. На складе более двух миллионов наименований продуктов. Магазинов, куда их отправляют – сотни. Это гигантский объем информации, который требует ежеминутной корректировки. Поэтому складская логистика – это отдельный раздел одноименной науки. Речь идет об оптимизации запасов. Для этого есть тоже различные формулы, так называемые ABC или XYZ. Это, так сказать, формулы, по которым рассчитываются оптимальные запасы, которые на предприятии надо поддерживать. Магазины и склады оснащены единой компьютерной программой логистики и объединены в сеть. Если в магазине закончится стиральный порошок, сигнал на склад поступит в ту же минуту. Заказ для магазина формируется в системе по типу автозаказа. Оценивая скорость продаж в магазине и оценивая товарные остатки на полках магазина, ну, либо в подсобных помещениях, в тех магазинах, где они есть. Создается заказ. Заказ экспортируется в базу распределительного центра. Здесь он определенным образом обрабатывается. И в результате мы получаем заказ для комплектации. Комплектовщик на складе получает задание, в котором указано, сколько и каких товаров необходимо собрать. В складских помещениях рядами стоят стеллажи высотой в шесть ярусов. Ярусы разделены на ячейки. В каждой стеллаше каждая ячейка имеет свой индивидуальный номер. К этим номерам программа привязывает отдельный вид товара. Например, вот загруженность склада. Вот и в данном отчете видно, что склад заполнен на 96,5%. То есть практически полностью. Соответственно, здесь видно, какие ячейки свободны, какие не свободны. То есть на данный момент 725 ячеек для размещения вот этого всего товара у нас есть в наличии. Получив список продуктов, которые нужно отправить в магазин, комплектовщик на электрокаре выезжает на территорию склада. По номерам стеллажей и ячейку он определяет, где надо остановиться для того, чтобы выбрать нужный товар. Одновременно здесь формируются поставки в несколько магазинов, поэтому строго соблюдаются правила движения по складу. Иначе возникнет хаос. Мы передвигаемся по пожарному проходу, который на этой территории является главной дорогой, так скажем. Есть еще второстепенные дорожки, вот эти аллеи. То есть с них они как бы пропускают меня, если я еду по пожарным проходам. Скорость передвижения по складу 5 километров в час. Собрав продукцию согласно списку, комплектовщик отвозит палет в зону отгрузки. Здесь его обтягивают полиэтиленовой пленкой для того, чтобы штабель не рассыпался по дороге. Сверху клеится этикетка со штрих-кодом. На этой этикетке у нас имеется название магазина, оригинальный код магазина, номер вот этого палета, занесенный в систему. Если мы сейчас по этому номеру палета посмотрим в системе, то мы увидим, во-первых, что за товар находится в этом палете. Когда этот товар собирался, по заказу от какого магазина, каким комплектовщиком, во сколько выдавался, во сколько закрывался, то здесь мы можем проследить абсолютно всю историю рождения и жизни этого палета. Палеты по прибытии в магазин расформируют. Штрих-код будет считан и в программу поступен сигнал о том, что заказ доставлен. Все полученные товары распределят по полкам магазина. КОНЕЦ 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 Это крупногабаритный груз. КОНЕЦ 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 Время доставки зависит в первую очередь от самого товара. Вернее, от его срока годности. Один может находиться в пути неделю, а другой испортится уже через сутки. Задача логиста – рассчитать маршрут доставки такого продукта с точностью до минуты. Зелень, сорванная из грядки, уже через несколько часов вянет. Ее необходимо привезти, расфасовать, упаковать и доставить на полку магазина в кратчайшие сроки. В любой сезон – и зимой, и летом. Чаще всего салаты везут в Россию из-за границы. Расстояние от грядки до склада измеряются сотнями и даже тысячами километров. Отправка зелени начинается в 6 утра. Через 24 часа она должна быть на полке магазина. Обработанная зелень в контейнерах грузится в самолет. В 12 часов лайнер приземлится в аэропорту и салата перегрузит в рефрижератор. Срезается это все утром, когда прохладно. Далее в продукт помещается так называемый вакуум-кулер. Это очень важный, довольно-таки дорогостоящий элемент. Температура понижается до плюс 2-4 градуса продукта. Путем откачивания воздуха создается отрицательно минус 8 атмосфер. Потом резко подается холодный воздух, и продукт охлаждается, и тем самым из него уходит лишняя влага. Так убивают среду, в которой могут развиться опасные бактерии. Благодаря созданному вакууму продукт не испортится в дороге. Зелень, собранная утром за границей, уже днем доставляют на перерабатывающий завод в Подмосковье. ЗВОНОК В ДВЕРЬ На сегодняшний день у нас в дороге находится порядка 50 машин, которые мы ожидаем что-то сегодня, что-то завтра. Постоянно идет конвейер. Нельзя задержать ни на 15 минут, ни на час. Если по непредвиденным причинам произойдет задержка партии, то конвейер сначала будет простаивать, а потом работать с перегрузкой. Зелени накопится столько, что ее не успеют отправить в магазин. Кроме скорости и пунктуальности учитывается еще один важный фактор. Для нас очень критична температура готового продукта и температура в цехах, где он производится. Так как продукт не подвергается ни термической обработке, ни каким-то специальным консервантам, то есть это свежий продукт, который проходит мойку, для контроля микробиологических рисков мы должны поддерживать температуру до 4 градусов. Очень важно сохранить вот эту холодную цепочку от грядки до холодильника клиента. Очень важно, так как если мы прервем эту цепочку где-либо, все, мы потеряли продукт. Прямо с конвейера зелень поступает в моечную машину, после которой идет на участок сушки. Это самый деликатный процесс. Процесс вибрации. За счет вибрации удаляются капельки с листьев. Обдув воздухом, воздушным потоком, стоят блочные фены снизу, сверху. Застигается эффект парения листа на конвейере, за счет чего происходит процесс сушки. Такой способ сушки позволяет сохранить в листьях салата влагу и максимальное количество витаминов. После обработки зелень необходимо отсортировать. Это делается вручную. Техники, которые могла бы оценить каждый листок салата, просто не существует. Отсортированная зелень идет на упаковку в фасовочный автомат. Далее пакеты с салатом проходят через металлодетектор. Это нужно для того, чтобы предотвратить случайные попадания металлических частей в готовую продукцию. Оператор каждый час контролирует работоспособность металлодетектора с помощью вот такой тестовой полоски. Как вы видите, он проверяет работоспособность металлодетектора. Соответственно, если в продукте будет металлическая частица, конвейер останавливается и издает специфический звук. Пакеты, в которые упакована зелень – часть логистической стратегии. Они позволяют сохранять свойства салата благодаря инновационной технологии. Здесь используется модифицированная газовая среда, смесь газов азота и углекислоты. То есть основная задача для продления качества и свежести продукта – нужно убрать процесс окисления. То есть мы из пакета изымаем кислород, загоняем туда азот и углекислоту. Углекислота является своего рода антимикробным агентом. В зону логистики расфасованные пакеты попадают к 17 часам. К этому времени уже сформированы заказы на поставку в магазины. Машины с салатом должны уйти этим же вечером. Счет идет на часы. Точек доставки – сотни. На сегодняшний день у нас порядка 240 точек, 33 маршрута, то есть 33 машины поедут в рейс. Первыми в рейс уходят машины, которые везут салаты в другие регионы страны. Например, в Санкт-Петербург машина должна доставить груз к 4-5 часам утра следующего дня. Были случаи на трассе, хорошо всем известная трасса Санкт-Петербург. Мы загрузили автомобиль и в пути сломалась машина. Причем сломалась, поломка была достаточно серьезная. Трасса была очень сильно загружена, шел сильный снегопад. Несколько тонн салата, уже преодолевших тысячи километров на пути в магазин, могли испортиться из-за задержки в дороге. Логисты срочно разработали новый маршрут. В результате ночью к точке поломки выехал грузовик. Смогли обеспечить замену автомобиля, были посланы люди на перегруз этого автомобиля, и мы доставили продукцию в срок. Для каждой машины разрабатывается отдельный маршрут. Эту работу делает компьютер с помощью специальной логистической программы. В нее вводятся адреса точек достатки. За несколько минут она анализирует информацию, сравнивает с картой города и устраивает оптимальный план движения. Но все факторы риска компьютер учесть не может. Самые сложные из них не поддаются логическим расчетам. Это пробки, состояние дорог и погода. Логисты всегда должны быть готовы оперативно отреагировать на любую нештатную ситуацию, чтобы вовремя доставить продукцию. Уже утром, начиная с четырех часов утра, она начинает попадать в нашему потребителю. Зелень, срезанная в шесть часов утра, за день преодолевает расстояние в тысячи километров до точки назначения перерабатывающего завода. А всего за сутки она оказывается на прилавке магазина. В роли логиста хоть раз в жизни приходится выступать каждому. Отправляя письмо или посылку, человек сам определяет способ доставки. Это логистическое решение. Так, заполняйте два адреса. Один ваш адрес и один сюда отправляется. Спасибо. По желанию заказчика, на заполненный бланк клеится этикетка со словом «Авиа». Это сигнал для сотрудников почты. Данную посылку следует отправлять самолетом. Логистикой с точки зрения откуда и куда занимается отправитель. А уже всей логистикой почтовой связи занимается наше предприятие, собственно говоря. Установлены определенные связи между каждым объектом почтовой связи на территории страны и за рубежом. И, соответственно, по этим направлениям, используя тот или иной вид транспорта, почтовое отправление доставляется получателю. На каждую посылку клеится уникальный штрих-код. Он для коробки, как отпечаток пальца для человека. При получении почтальон считывает метку сканером, и информация об отправлении попадает в главную базу данных. Она для всей страны едина. Находится на серверах, которые расположены здесь, в Москве. И там можно через наш сайт, в принципе, зайти любой гражданин страны или за рубежом и отследить по имеющемуся у него штрих-коду, то есть по цифрам набрать их и посмотреть, где в какой стадии находится его почтовое отправление, которое он послал. До введения системы кодирования каждое почтовое отправление сортировалось вручную. Сотрудник читал адрес, написанный на коробке, и отправлял ее в нужном направлении. Сегодня вся информация о посылке считывается за доли секунды. Там есть, во-первых, кто, что и когда сдал, и в какое место это, собственно говоря, отправление следует. Посылки отправляются на сортировку в автоматизированный распределительный центр. Количество отправлений растет каждый год. Активное развитие торговли увеличивает объемы пересылаемых по почте товаров. Только в этом центре сортируется 200 тысяч посылок в день. До появления интернет-магазинов эта цифра была в 10 раз меньше. У нас открылся в этом году в Подольске, в поселке Львовском, автоматизированный сортировочный центр, который занимается на данный момент обработкой всей почты для зоны обслуживания, в которую относятся Москва, Московская область и Рязани, Рязанскую область. В распределительном центре все процессы автоматизированы. Кроме разгрузки контейнеров, это делают вручную. Все посылки обязательно должны лежать на ленте штрих-кодом вверх, чтобы сканер мог его прочитать. Посылка в Санкт-Петербург вместе со всеми проходит по конвейеру. Зажегся красный свет. Сканер прочитал информацию со штрих-кода. Согласно ей, конвейер опрокинет каретку с коробкой в нужную ячейку. Все, что скопилось в этой ячейке, служат в отдельный контейнер, запломбируют и отправят в аэропорт. Мы получили почту. Вскрываем контейнер. Начинается сортировка почты по направлению. Здесь также считывается штрих-код. Это нужно для того, чтобы информация о том, на какой стадии находится отправление, появилась в единой базе данных почты. Она проходит по всем базам данных, именно под индивидуальным своим кодом. По этому коду видно, когда она была сдана, откуда следует и куда, когда проходила определенные этапы сортировки и когда была вручена получателю. И дальше наша посылка отправляется по направлению на авиарейс. Главная процедура в распределительном центре аэропорта – сканирование рентгенов. Это нужно для того, чтобы предотвратить отправку запрещенных предметов. После сканирования посылки и почтовые отправления перегружают в автопоезд, который доставит их на аэродром. САМОЛЁТ Самолёт из Москвы приземляется в аэропорту города Санкт-Петербург. В этот раз всё прошло без происшествий. Груз прибыл вовремя. Но иногда в планологистов вмешивается погода. На стыке 2006-2007 года, перед Новым годом, были отменены рейсы из Москвы на Чукотку, в Анадырь. При этом было довольно-таки большое количество почтовых отправлений, предназначенных для жителей Чукотки. Ну, соответственно, это поздравления Деда Мороза. Логисты приняли решение переправить почту в минеральные воды. За полтора часа посылки и поздравления доставили в этот город. В минеральных водах в течение 10 часов воздушное судно было загружено почтой, и дети Чукотки остались с подарками. В аэропорту прибытие почтовые отправления проходят те же процедуры, что и в Москве, только в обратном порядке. Сначала посылки перегружают из самолёта в машину, затем доставляют в местный распределительный центр. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Посылка дошла до адресата за пять дней со дня отправки, преодолев почти 700 километров. Непосредственно в дороге она провела 20 часов. Всё остальное время заняли сортировки и рентген. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С каждым днём на рынке становится всё больше товаров. Все они должны быть вовремя доставлены заказчику.